Надо взять велосипед, поехать в сторону элеватора, свернуть на Старый Сибай, ехать против ветра в посёлок Золото, доехать до Золота, проехать его насквозь, доехать до Старого Сибая. Здесь можно срезать мимо школы и мечети, подняться на горку. И спуститься с неё, подняться на следующую горку. Дальше можно комбинировать гравийную и грунтовую дороги. Некоторое время предстоит ехать прямо. Существенно дорога не будет меняться. После долгой однообразной дороги станет приближаться лагерь Юлдаш, он же орлёнок. И вот на этой-то развилке надо повернуть направо вверх. После одной, двух, трёх минут или пятнадцати появится эта скала. Означающая конец подъёма. Ну а дальше будет спуск. Θелы переводить и начинать. Вот видите... Правильно. Продолжение следует... Реклама. Торрик. Покосок. Дальше дорога уходит к водопаду, но свернуть надо в поле, перебраться через ручей, подняться к лесочку и проехать через него. Добраться до следующего участка леса. Спуститься из него можно этим прямым путем или налево коровьей тропой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если здесь свернуть налево, то там будет дерево с дуплом. После спуска через лес будет дорога прямая до деревни. На ней можно довольно быстро ехать даже, хотя гребенка будет портить все. Вскоре появится деревня Абзакова, которую нужно просто проехать насквозь и на перекрестке и повернуть направо, чтобы через одну, две, три, пятнадцать минут оказаться на вершине. Начинается длинный волнистый спуск. Продолжение следует... До самого Аркаима. Фух... Но канонически правильней финишировать на площади. Вот так легко и просто можно за два-три часа проехать классический сибайский марафон. Продолжение следует... Продолжение следует...